Добро пожаловать в Нью-Йорк 20-х! Мы не знаем, будет ли наступающее десятилетие бурным, но кое-что про этот город понимаем наверняка. Идеи, деньги и амбиции будут править Нью-Йорком, как и сто лет назад. Да и внешне в этом десятилетии он вряд ли изменится кардинально. В Нью-Йорке многое, как тогда. Небоскребы, билборды и стремление взять от жизни все. Причем сразу, именно сейчас. Эпоха джаза, эра потребления и эго великого Гэтсби. Наследие, которое Нью-Йорк не растерял по дороге в третье тысячелетие и даже приумножил. Это проект Нью-Йорк, Нью-Йорк. Замки и мифы золотого берега Лонд-Айленда. Где жил великий Гэтсби? Нитка жемчуга и шляпка клош. Кому идут ревущие двадцатые? Потайная дверь весом в две тонны. Почему в Нью-Йорк возвращается мода на спекизи? В Нью-Йорке уже сто лет назад проживало шесть миллионов человек. По улицам ездило полмиллиона автомобилей. По небу курсировали дирижабли и аэропланы. Окей, дирижаблей сейчас нет. Но холодильники, стиральные машины и тостеры, эти гаджеты с тех времен плотно укоренились в городском быту. Empire State Building был уже задуман, Flat Iron Building был уже построен. Представьте, в городе каждое четвертое здание построено в 20-х годах. Небоскребы и экономика росли такими темпами, что времени нормально пообедать уже не было. Ланчинет, повсеместный тренд в 20-х дотянуло до наших дней. Молодежь танцует в Чарлстон. Звуки джаза звучат отовсюду. Кино учится говорить, нью-йоркцы втайне выпивают в пикези-барах и повсюду открываются места для обеда и ужина. Привет, я Артем Байбас и сегодня мы в классической нью-йоркской обеденной, которая открыта с 1925 года. И я расскажу вам про изменения, которые произошли в кулинарии и гастрономии 100 лет назад. В 1920-х появляются электрические приборы. Тостер, кофеварка, вафельница, миксер и главное кухонное изобретение последних пару тысяч лет – холодильник. К этому моменту ученые уже открыли витамины. Потребление фруктов, овощей и молока растет, и теперь их есть где хранять. В 1920 году придумывают глубокую заморозку, которая позволяет оставлять продукты полезными и свежими надолго. Но времени на готовку у нью-йоркцев нет. Они работают как никогда раньше. Время становится дороже денег, которые горожане с радостью тратят в кафе и ресторанах, открывающихся на каждом углу. Много лет назад подобные закусочные были в Нью-Йорке повсюду, через каждые две-три улицы. Сейчас мы последние в городе. Мы подаем сэндвичи, бургеры, газировку, молочные коктейли – все, что связано с легким обедом. Здесь висит старое оригинальное меню 1925 года со старыми оригинальными ценами и первыми позициями в меню. И в интернете очень легко найти калькулятор инфляции. Можно посчитать, например, что 15 центов, которые просили за газировку – это 2 доллара 20 центов в нынешних деньгах. Что в целом приблизительно столько же, сколько газировка стоит здесь сейчас. Но при этом, при всем, блюда стоят дороже. Это абсолютно объяснимо, потому что такие обеденные раньше находились через каждые две-три улицы. А сейчас она одна на весь Нью-Йорк. У нас есть блюда, которые мы подаем с момента открытия – это сэндвичи. Но вкусы публики меняются. Раньше ели много желе, и у нас даже был омлет с виноградным желе внутри. Та еще гадость. В меню очень много блюд из 50-х, например, бургеров, панкейков или вафель. Эти блюда получили свое развитие и невероятную популярность именно в конце 40-х, 50-х годах. Но я взял специально сэндвич с куриным салатом и хочу попробовать, какие же они на вкус в 1920-е. Все наши окна уставлены коллекцией бутылок с Кока-Колой. Сначала мы собирали их сами, а сейчас нам приносят посетители, путешествующие по всему миру. Например, сегодня принесли бутылку из Камбоджи. Передо мной сейчас три стакана. В первом молочный коктейль, ванильный, которым очень хвастается это заведение. И он, правда, очень вкусный. Я уже его попробовал, но готов выпить еще один с огромным удовольствием. Следующий стакан с очень странным напитком, на первый взгляд. Это газировка с мороженым. Вкусно, ужасно. Нигде, кроме старых ланчинет и дайнеров, такое не попробовать. В третьем стакане сироп Кока-Колы. Здесь эту содовую готовят классическим способом. Кладут в стакан лед, дальше сироп и разбавляют газировкой по вкусу. Где еще вы можете попросить Колу послаще и понасыщеннее? К нам ходят семьи уже несколькими поколениями. Прадедушки, дедушки, родители и дети. Это так прекрасно. Это действительно, действительно, очень специально. В тех 20-х, как, собственно говоря, и в этих, для того, чтобы стать знаменитым, не было достаточно одного лишь богатства и репутации. Нужно было состояться в Нью-Йорке. Здесь, между прочим, родился Аль Капон и крестный отец чикагской мафии. Здесь не родился, но прославился Луи Армстронг. Отсюда совершил свой трансатлантический перелет авиатор Чарльз Линдберг. И здесь вел роскошную жизнь самый востребованный писатель 20-х годов прошлого века Фрэнсис Скоттс Физжеральд и его жена Зельда, которую называли звездой флапперов. Автор самой, пожалуй, главной книги о ревущих 20-х обожал отель Плазу, снимал там номер. Но жили люди его круга на золотом берегу Лонг-Айленда, как и главный персонаж его книги Грейт Гэдсби. На Голд Кост, золотой берег Лонг-Айленда, знаменитое, богатое северное побережье Нью-Йоркского острова, нужно приезжать, конечно, летом. Сейчас деревья голые, ветры сильные, кажется, даже снег и камины не топят со времен Физжеральда. Но иногда в пригородных замках эпохи Великого Гэтсби согревает душу тот самый джаз. Сорок минут от Манхэттена. Сэнс Пойнт, он же Ист Эгг, вымышленной топографией главной книги американских 20-х. Остатки роскоши времен стяжателей и мечтателей. Эпохи с нарицательным именем Гэтсби. На рублевке 20-х годов 20-го века было примерно 700 роскошных имений. Половина из них уцелели. И сейчас периодически каждый объект недвижимости претендует на звание подлинного особняка Джея Гэтсби. На самом деле, может быть, Физжеральд здесь гулял, может быть, его герой где-то здесь останавливался. Все это влияет на стоимость при продаже. Но Сэнс Пойнт заповедник не продается. Ведь у духа истории нет цены. В последней экранизации... Вполне возможно, в собирательном образе особняка его возлюбленной Дейзи есть камни вот этого готического замка Хемпстед. Это семейное гнездо Дэниеля Гугенхайма, старшего брата Соломона Гугенхайма, того самого коллекционера и мецената. Он прожил здесь со своей женой Флоренс до самой смерти в 1930 году. Они любовались вот этими закатами. Флоренс Гугенхайм была скромнее Дейзи Бьюкинен. Насколько это позволяло состояние мужа и сама эпоха. Дом был неотъемлемой частью ревущих 20-х. Здесь были очень пышные вечеринки в то время. По слухам, которые ходят до сих пор, на берегу даже был секретный док. Там постоянно разгружали контрабандный алкоголь для вечеринок. Так что они отлично проводили время. А сколько комнат в этом доме? В этом доме 30 комнат. Совсем неплохо для супружеской пары. Да, вполне достаточно для двух человек. Люстра с электрическими свечами, камин с мраморными львами, фонтан с римскими лилиями. Конечно, помнят хозяев дома, но лишнего не расскажут. Сюда легко можно было пригласить 400 человек. Делали ли так в доме Гугенхаймов, у меня нет достоверной информации. Но эти дома действительно были построены в эпоху Гетсби, на рубеже 20-х годов прошлого века, чтобы развлекать и производить впечатления. Таково было общество. И что радует, мы продолжаем развлекать. И не надо быть сливками общества, чтобы сегодня попасть на наши концерты. То есть музей из усадьбы Гугенхаймов не получился. После смерти мужа Флоренс распродала всю мебель и построила себе замок неподалеку. Но Хэмпстед не опустел. Теперь здесь районный замок культуры и цикл музыкальных лекций. Джаз сквозь век. И сто лет назад, и сегодня мы делаем практически то же самое. Мы просто играем хорошую музыку, делаем людей счастливыми и пытаемся наслаждаться жизнью, пока мы на этом свете. С учетом инфляции в длинной век, для того, чтобы сегодня жить посредством великого Гетсби, нужно иметь дом как минимум за 30 миллионов долларов и еще как минимум 5 миллионов долларов на текущие расходы. У жителей окрестных домов людей вполне состоятельно. Такие средства, возможно, есть, но нет повода кутить по-крупному. Гетсби это делал из любви к прекрасной девушке. Они слушают эту музыку из любви к прекрасной эпохе, которую тоже не вернешь. В 20-х кино стало звуковым и массовым. Жалко, черно-белая хроника не отражает цветов того времени, потому что тогда любили изумрудные, жемчужные, светло-серые все, что гармонирует с блеском бриллиантов. Быт нью-йоркского общества был избыточен, но мода была безупречной. Но 20-е это, по-моему, не только о моде, а также о морали и устоях. Именно нью-йоркские феминистки добились 19-й поправки к американской конституции. В 20-м им разрешили голосовать, они также начали курить, в общем, делать все, как и мужчины. Ну, это вот те самые флэперы, от слова флэп порхать. Юные леди, которые носили короткие стрижки, курили длинные мундштуки и так далее. Бурная молодость века закончилась вместе с Великой депрессией, но в Нью-Йорке до сих пор есть девушки и юноши, которые бесконечно влюблены в это время. Безоглядно модные, в меру раскованные, влюбленные в Нью-Йорк. В толпе большого города мелькнет то меховое буа, то ажурный чулок, то гламурная запонка. Ностальгический кураж, заводной и заразительный. Избранное общество на зависть новому веку живет ревущими двадцатыми. Даже подземка временами сбивается на их волнующие ритмы. Это классика двадцатых. Заниженная талия, утянутые бедра, особая форма низа. У этого платья довольно простой силуэт, но спина устоять невозможно. Совершенно потрясающая деталь. Мишель Сорси, визажист, коллекционер винтажной одежды. Увлеклась двадцатыми, когда стала танцевать с Винг и Чарлстон. И с будущим мужем познакомилась на бурной вечеринке под звуки джаза. Любовь вспыхнула сразу. Он тоже обожает винтажный стиль, коллекционирует разные безделушки. Винтаж двадцатых. Сто лет назад Нью-Йорк буквально слетел с тормозов. Девушки пробивали дорогу плоской грудью и узкими бедрами. Массово стриглись и загорали на солнце. Юбки взлетали от щиколоток выше колена, к шпилям строящихся небоскребов. Мужчины сводили с ума головными уборами. Шляпа завершала образ и напускала туману на истинное финансовое положение. Хороший шляпный мастер был куда важнее лечащего врача. Такого сейчас почти не найти. Называется «Лордс Хэт». Очень похоже на Хомбург, только не обшито краем. Адам Корн – консультант самого старого в Нью-Йорке магазина мужских головных уборов. Модные эксперты по сравнению с ним – неразумные дети. Не пропускает ни одной вечеринки в стиле любимых двадцатых. Говорит, у него врожденная страсть к той эпохе. Когда мне было два года, мама собиралась купить кроссовки. Но я наотрез отказался. Хотел только черные куфли. В шесть лет мне подарили старый телефонный аппарат, такой с отдельной трубкой к уху. Надо сказать, он работал. Но я только бабушке по нему звонил. Как будто она прилетела к нам из той эпохи, правда? Двадцатые по-прежнему будоражат. В головах и на головах зреет новая революция. Ни Никей – дизайнер родом из Грузии. Ее фантазийные шляпки – отсыл к тем самым колокольчикам-клошам, в которых легкомысленные манхэттенские флэперши спешили на танцы в Коттен Клаб. Я выросла на старых фильмах. Коттен Клаб – один из моих любимых. Смотрела его, наверное, 50 раз. Я использую много стекляруса, много бисера. Это все пришло из 20-х. Такие головные уборы обрамляли женские головки с короткими стрижками, личики с яркой помадой, подталкивали к флирту. Томные взгляды, свободные формы, легкие отношения. Американская классика что в одежде, что в литературе. Это прекрасные и проклятые Скотта Фитджеральда на русском. Наша знакомая увидела книгу, когда навещала своих родителей в Беларуси. Для Мишель до сих пор загадка, как это фото появилось на глянце за океаном. Приходится мириться с тем, что теперь они с мужем олицетворяют то самое потерянное американское поколение, о котором писал Скотт Фитджеральд. И все же 20-е – это не только сентиментальность, тщеславие, инертность и жажда денег. Амбиции и страсть, свобода выбора и, самое главное, новая мода – тоже оттуда. Это, судя по всему, конец 20-х. Форма выреза на груди особая. Красивый рисунок для повседневного платья. Еще у меня есть вот такие два ансамбля. Это 20-е, начало 30-х. Вязание тогда было очень популярно. Рукоделием занимались скромницы. Нью-Йоркские флэперши напротив. Курили, водили авто и опустошали мужской гардероб. Именно в 20-е смокинги, сорочки, галстуки и брюки прочно прописались в женском полотеном шкафу. На мне настоящий пиджак 20-х годов. С ним в комплекте ушел жилет. Но я решил надеть более спортивный вязвый. И галстук из 20-х, и очки, и кепи слегка захлестом в 30-е. Мужская модность и хор, по сути, почти не изменилась. Шляпы вообще не тронуты временем, хоть и выбросила их слегка на обученную историю при Кеннеди. Лидер нового времени диктовал новые правила, но ревущие 20-е переживали и не такое. Когда коллекционируешь винтажные вещи, случается, что люди тебе их просто отдают, поскольку не знают, что с ними делать. Это подарок от друга. Платье носила бабушка или прабабушка. Хотела передайфу ней, но отдала мне. Будет еще драматичнее, мне кажется, если надеть две шляпки. От литургичной дамы к спортивному андрогену еще дальше к роковой красотке. Экликтичный ар-деко подпитывал моду на протяжении всех ста прошедших лет. В новые 20-е он вернулся в новой транскрипции. И хочешь не хочешь, приходится соответствовать. Стой ровно! Стой ровно! Почему ты губы не накрасила? Можно выбрать? Музыка. 20-е были во многом вызовом и даже бунтом. Ровно сто лет назад в силу вступил сухой закон. Алкоголь нельзя было продавать, но свободному человеку запретить выпивать никто не мог. В Нью-Йорке бурно расцвели подпольные бары с пикизи, что можно перевести, как говори, негромко. По разным данным их было здесь от 20 до 100 тысяч. Это напоминает войну с пармезаном в России, но всегда приводит к обратному эффекту. Чем больше полиция демонстративно выливала бочки с вином в канализацию, тем больше было желающих заложить за воротник. Во времена сухого закона бары с пикизи в центральной части Манхэттена встречались буквально на каждом углу и были рассчитаны на любую публику. Клуб 21 в этом смысле настоящая легенда. Его сразу облюбовали знаменитости. Этот тренд сохранился до сих пор. Сегодня Клуб 21 – респектабельный нью-йоркский ресторан в стиле 50-х годов. Его посетителями были многие американские президенты, звезды шоу-бизнеса и большого спорта. Их памятные подарки украшают потолок. Первая игрушка, появившаяся на потолке – модель самолета. Подарок компании British Airways. Если вы видите на шлеме номер и автограф, то он принадлежит спортсменам. А если просто шлем, то это подарок владельца команды. В публике этот ресторан известен также и своим бурным прошлым в эпоху ревущих 20-х годов, когда ответом на сухой закон в Америке стало массовое появление потайных баров с пикизи. Главное историческое религия времен сухого закона Клуба 21 – это секретный бар и дверь, виртуозно замаскированная под кирпичную стену. Маршрут не изменился с 20-х годов. Гостям нужно было пройти через кухню и спуститься вниз по крутой лестнице. Потайная дверь в подвале ресторана – в каком-то смысле чудо инженерной мысли времен сухого закона. Во время полицейских облав никому бы и в голову не могло прийти, что за этой стеной находится винный погреб. Секретный замок открывался металлическим прутом. Дверь весом более двух тонн и толщиной почти 30 сантиметров, но привести ее в движение вполне в состоянии один человек. С другой стороны – мощный замок. Это не подвал, это настоящая крепость. Дверь на самом деле ведет в подвал соседнего здания, это не случайно. Во время обысков работники клуба 21 могли с чистой совестью заявить, что на территории их ресторана алкоголя нет. А в этой части подвала находился секретный VIP-бар для знаменитостей и политиков, которые не хотели быть замечены на территории ресторана. Этот деревянный стол с резьбой оставили специально как реликвию на память. Именно здесь любил проводить время мэр Нью-Йорка Джимми Уокер. Во время одной из облав ФБР именно отсюда он позвонил в полицию и потребовал эвакуировать машины агентов. На этом облава и закончилась. Продержавшись 13 лет, сухой закон канул в лету, запомнившись расцветом бутлегерства и американских мафиозных кланов. Спикизи, став феноменом и символом эпохи, оставили и свой культурный след, изменив барные традиции Америки. Благодаря им, по сути, закрепился сравнительно новый тренд. Женщины стали интегрироваться в преимущественно мужскую культуру отдыха в барах. У барных стоек 19 века, как правило, стояли ряды мужчин, а барные стулья даже в начале 20 века были редкостью. Сегодня бары, стилизующиеся под спикизи в Нью-Йорке в моде, с каждым годом похожи все больше. Где и как искать подпольные, но при этом легальные бары, подскажет интернет. В лучших традициях спикизи подпольные бары 21 века тоже прячутся, но так, чтобы было заметно. У современных нью-йоркских спикизи разные стили. Например, марокканские. Безусловно, есть то, что всех их объединяет. Приглушенный свет, винтажные барные стойки, ну и, разумеется, сами коктейли, чтобы почувствовать вкус 20-х годов. Классические рецепты и ингредиенты. Вкус у коктейля «Олдфэшн» в таких питейных заведениях, как и 100 лет назад. Модный манхэттанский бар «Блюквода» в Извилыч появился всего пару лет назад, но уже прославился в Нью-Йорке своими коктейлями и экзотическим видом. «Блюквода» сперва задумывался как уютный бар в глубине ресторана, но нью-йоркская публика ему сразу же дала определение спикизи. И владельцы не возражают. Ну, знаете, секретная дверь, потайной коридор и проход или вход, скажем, через телефонную будку или заднюю часть ресторана. Безусловно, это дает тебе ощущение эксклюзивности или ощущение, что да, это мой бар. Ну, это, конечно же, ностальгия. Мы оборачиваемся назад и смотрим на то, что было 100 лет назад, немного через розовые очки, конечно. Но это все равно по-своему приятно, эти воспоминания. Алкоголь в большинстве подпольных баров во времена сухого закона был, как правило, невысокого качества. Это компенсировали кислыми и сладкими вкусовыми добавками. Спикизи в этом смысле подстегнули интерес к коктейлям. Изменилась и атмосфера в барах. Она стала менее формальной, свободной и непринужденной. Похоже, именно такой, какой мы ее знаем сейчас. Эпоха джаза — это всего 9 лет, которые перетрясли мир и совершенно изменили стиль жизни этого города. 20-е были ревущими, бурными и свободными. И ничто не мешает ожидать того же от 20-х, который впереди. А мы в следующее воскресенье продолжим отличать Новый год уже по лунному календарю. Это проект «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Субтитры создавал DimaTorzok